Где игра, там азарт. Где азарт, там ставки. А там, где ставки, возможен выигрыш. Наслаждайся игрой, остальное за нами. Винлайн заплатит, без вариантов. В воротах Бурнич. Потому что изменений в команде много. Ну и по ходу мы, конечно же, об этом тоже поговорим. Итак, поехали. Дортмундская Боруссия. Мирино. И посмотрите, какая игра великолепная. Здесь чуть-чуть не хватило Боруссии. Классная игра. В общем-то, мы стремились приобрести Андреа Щурли. И сделали это. Ну, посмотрим, как в итоге будет выглядеть Щурли. Взрослая карьера, к сожалению, у него не сложилась. Ну, будем надеяться, что Штенцель не получил такую же тяжелую травму. В атаке Дортмундская Боруссия. Рикошет. И в перекладину мяч попадает. Да. Мяч в сетку на добивание. Ну, вот удар Эмре Мора, да. И добивание Пулешича. А здесь он попадает в игрока Ха. Мор. Хорошая передача. И забивать надо. Да, счет становится 1-0. Классная Дортмундская Боруссия отправляет мяч в сетку. Молодой, юный, я бы даже сказал, американский игрок. Ему только в сентябре исполнится 18 лет. Так что это действительно один из самых больших талантов на данный момент в немецкой Бундеслиге. Американец хорватского происхождения. Уроженец Пенсильвании. За команду Брянский. Команду из своего района как раз-таки, да. Где он и родился. Адортмундской Боруссии. Хотя, наверное, заметили его еще раньше. Потому что к нему уже Линденан. Пфефер и Брюгман. В атаке сейчас как раз Эль-Хелве. Ливанец ходит в штрафную площадь. Делает передачу. Забивать надо. Но не так же. Бурнич. Парк. Капитан команды, да. В атаке Мерину. Удар. Атака получилась сейчас. 96-го года. Который тоже сегодня в стартовом составе. Герейро. Они занимались по. Индивидуальной программе. А вот здесь все пенальти ставит. Арбитр похоже, да. Ну да, был первым на мяче. На самой последней минуте первого тайма. Разложил. По разным углам сейчас. Брюгман, что играет дортмундская Боруссия. Даже может быть где-то немножко небрежно. Посматривая. Рамос. Удар в ближний угол. Здесь великолепно сыграл как раз второй вратарь Халишера. Хотя здесь Мангала. Ну и еще одна неплохая атака. Удар в дальний угол. Огромная режиссером трансляции. Именно он бил поворотом с те... Аманиду под сорок четвертым номером и еще один сорок девятый. Понятно, что Халишер сейчас, вот после этой ситуации. Потому что огромное количество новичков у дортмундской Боруссии появилось на поле. Поле, кто еще выйдет, честно говоря, не заметил. Скудери. Хорошая игра Скудери. Очень старается этот футболист. Ну и забивать надо. Да, 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 да. 3-0. 3-0. Раскатали здесь, конечно, довольно легко. И просто классная передача. От Давида. Зао Ирландо. Вот здесь намекали на то, что был офсайт, аж зал. Это, конечно же, рекорд. Причем интересно, что Боруссия... Ну, давайте сейчас посмотрим за этой атакой Халишера. Тем более, это может быть голевая атака, но... Пиар-компания не только на территории Германии, не только на территории Азии, да. Она, видимо, назад... Шесть футболистов дортмундской Боруссии. И здесь все должно благополучно, казалось бы, закончиться для Дортмунда. Но нет, прострел в штрафную. И чуть-чуть не хватает каких-то сантиметров, чтобы... Когда еще у Халишера, а конкретно у Паньера, будет мяч... Будет шанс отправить мяч в сетку ворот дортмундской Боруссии. Ну, Паньер, по-моему, делал передачу, а это был на штанге... Продолжение следует... Продолжение следует...